Здравствуйте, с вами Дмитрий Книга и мы продолжаем следить за новостями Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В историко-культурном центре посмотрели трансляцию обращения губернатора Подмосковья. Использование современных методов диагностики в Видновской районной клинической больнице. Мы можем охватить достаточно весь спектр травматологической и нейрохирургической помощи. Поэт Валентина Карташова участница программы «Активное долголетие». Что печалится о прошлом? То, что было, не вернусь. Виноват, наверное, возраст. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным программным обращением к жителям Подмосковья. Трансляция выступления прошла на телеканале 360 и в социальных сетях. Губернатор рассказал, чего удалось добиться в 2019 году и огласил планы на 2020 год. Его обращение слушали и в Видновском историко-культурном центре. Представители руководства муниципалитета и поселений городского округа, представители различных служб и подразделений собрались в районном историко-культурном центре, чтобы послушать и обсудить ежегодное обращение губернатора Подмосковья. Чуткая власть под таким названием в этом году прошло обращение Андрея Воробьева. В нем он подвел итоги прошедшего года и озвучил планы на будущее, прежде всего в финансовой сфере. И отрадно, что Ленинский городской округ отличается неплохими показателями. У нас растет бюджет, консолидированный в Московской области. По итогам работы за 2019 год он составил порядка 740 миллиардов рублей. На 2020 год поставлены более амбициозные цели. Территории нашего муниципального образования собираются достаточно хорошие показатели, объемы доходов под консолидированный бюджет Московской области. Коснулся губернатор и вопросов дорожного строительства и благоустройства городских территорий. Их он отметил как одни из важнейших. В этом году в нашем округе также будет вестись активная работа в этом направлении. На 2020 год на территории городского округа запланированы много мероприятий по ремонту автомобильных дорог и по комплексному благоустройству. Начну с ремонта, что по губернаторской программе дороги Подмосковья с привлечением софинансирования Дорожного фонда Московской области мы планируем отремонтировать 14 автомобильных дорог по программе формирования современной комфортной городской среды. Мы ремонтируем 10% от общего числа дворовых территорий. Это 15 дворовых территорий. В сфере медицины Андрей Воробьев отметил, что главное увеличение продолжительности жизни. Отдельно губернатор остановился на вопросах развития спорта. Я рада была слышать губернатора, который держит руку прямо на пульсе о том, что происходит в спорте, в образовании. И очень приятно осознавать, сидеть, слушать и понимать, что в нашем Ленинском районе вот все то, что является приоритетным, находится на первом месте. Говоря о культуре, губернатор поручил активнее развивать направление работы с молодежью, поощрять молодые таланты. Наш район участвует в двух национальных проектах Московской области. Это национальный проект, который совместно с Министерством культуры Московской области по приобретению музыкальных инструментов. И участвуем в программе одаренных детей по стипендии губернатора. Губернатор отметил, что за последние шесть лет в Подмосковье прибавилось 247 тысяч школьников и 130 тысяч малышей, которые ходят в детский сад. Поэтому одно из главных направлений в этой сфере – строительство новых учебных заведений. И здесь Ленинский округ не отстает. В нашем районе образование уделяется особое внимание, реализуются также национальные проекты. Хочется отметить, что в связи с тем, всем понятно, что увеличивается ежегодное количество детей дошкольного и школьного возраста. Поэтому объектам строительства детских садов и школ уделяется первостепенное внимание в нашем районе. И если в 2019 году было открыто три объекта дошкольного образования, то в 2020 году будет открыто уже пять объектов. И в общеобразовательных учреждениях было открыто два объекта. В следующем году планируется открытие трех объектов. Также губернатор осветил темы экологии строительства, транспорта и туризма. В конце мероприятия собравшиеся обменялись мнениями по поводу основных тезисов – обращения. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Современная медицина динамично развивается. Сегодня инновационные технологии ежедневно возвращают здоровье десяткам тысяч пациентов. О том, какие новейшие методы используют при оказании диагностической и лечебной помощи в травматологическом и хирургическом отделениях Видновской районной клинической больницы, расскажем в нашем сюжете. В Видновской районной клинической больнице отделение травматологии работает более 35 лет с момента создания хирургического корпуса. На сегодняшний день эти направления в медицине активно развиваются. В РКБ – одна из немногих больниц, у которых есть лицензия на оказание высокотехнологической медицинской помощи. Здесь по системе МС, то есть бесплатно, проводятся сложнейшие операции, после которых пациент забывает о болях и возвращается к активной жизни. И наше оборудование, наши возможности отделения позволяют это сделать на достаточно высоком уровне, учитывая, что у нас отделение достаточно крупное, 65 коек. Мы в полной мере можем оказать данную помощь и планируется увеличение объемов на следующие и последующие 2021-2022 годы. Помимо экстренной травматологической помощи, в отделении оказывают и нейрохирургическую. Мы можем охватить достаточно весь спектр травматологической и нейрохирургической помощи. Любую экстренную помощь оказываем и по системе ОМС, и для жителей нашей страны, других регионов. Первое хирургическое отделение рассчитано на 55 коек. Принимает ежедневно самых тяжелых больных не только со всей Московской области, но и с других субъектов Российской Федерации. Первая хирургия также оснащена современным оборудованием. Вакуумная терапия проводится лечение лазером с применением плазморана. Аппарат появился в отделении 4 месяца назад. Его используют для лечения самых сложных гнойных ран и для обработки некрозов. Мария Елисеева возглавляет первое хирургическое отделение уже два года. Рассказывает, что за это время удалось увеличить число операций. Сейчас проводится совместный проект лечения пациентов из Германии и Швейцарии. То есть, одну часть операции выполняется в Германии. Далее мы залечиваем уже раны на достаточно высоком уровне. Обращаются пациенты достаточно такие тяжелые, запущенные, которым уже, по сути дела, как последняя инстанция. И получается так, что они первый этап проводят в Германии, при этом сосудистую помощь получают, а уже лечение ран у нас. Любое хирургическое вмешательство сопряжено с определенными рисками для здоровья. Более того, решиться на операцию всегда довольно непросто. Сергей Горин – инвалид третьей группы, пенсионер. По настоятельной рекомендации врачей, из Ногинска приехал в Видновскую больницу. Благодаря этому пенсионеру удалось избежать ампутации ноги. Передумали, когда узнали, что я согласен приехать в Видно. Вот приехал до сих пор с ногой. Сделали операцию, ногу сохранили. Отделение гарантирует комфортные условия и качественное обслуживание своих пациентов. Вера Пивоварова, жительница поселка Развилка, приятно удивлена добротой и пониманием медицинского персонала. Давно не лежал в больнице. Не ожидал, что чисто. Ну, персонал супер. Не знаю, может, нам так повезло, но навряд ли, чтобы все так хорошо. Ну, за нами тут как за маленькими. Ладно, еще за бабушками, но за нами тоже. Далее наша съемочная группа проследовала во второе хирургическое отделение. Заведующий Денис Мирошников беседовал с пациентом после проведения малоинвазивной операции. Когда встали? Когда активизировались? Все. Вот, встал. Боя парень, нет никаких. Так, чуть-чуть, немножко. Вчера была произведена симультантная операция мини-инвазивная, лапароскопическая. Проводится она под общей анестезией через три маленьких прокола. И таким образом мы человека избавляем сразу от двух грыж. Стоит отметить, что во всех трех отделениях больницы идет плотное сотрудничество со многими специалистами из Москвы и Московской области. Также работает кафедра госпитальной хирургии Российского университета дружбы народов и Второго медицинского института. А в конце февраля запланирован мастер-класс для повышения квалификации врачей по малоинвазивным технологиям. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Видное ТВ. В досуговом центре юность городского поселения Горки-Ленинский провели День Благодарности. В ходе мероприятия были награждены участники премии губернатора нашей Подмосковья и волонтеры акции «Неделя доброты и щедрости». Подробности далее. На небольшом празднике в библиотеке собралось около 30 человек, которые пришли поддержать своих коллег и друзей. В этот день поблагодарили волонтеров акции «Неделя доброты и щедрости», а 9 жителей городского поселения получили грамоты за участие в ежегодной премии губернатора «Наша Подмосковья». Ее важность отметила исполняющая обязанности главы Светлана Борисова. Я считаю, что такая премия нужна, обязательно нужна, потому что те, кто хотят себя попробовать, могут проявить себя в своем творчестве и могут показать окружающим, что они делают. Жители город Ленинских активно принимают участие в премии губернатора с 2013 года Галины Нилова – не исключение. Ее проект «Женских рук – прекрасное творение» – это уникальные вышивки, которые она делает почти 20 лет – от привычных крестиком до алмазных. В рамках своего проекта в досуговых центрах Галина проводила мастер-классы для детей. Улучшалась усидчивость, моторика пальцев разрабатывалась, поэтому им было очень интересно, и они этим делом и занялись. Потом после меня уже мама говорила, что ребенок стал больше сидеть, спокойнее стал, и вот этим я и занималась. Анастасия Матвеева в 2019 году также принимала участие в премии с проектом «Рисуй сердцем». Совместно с молодогвардейцами Ленинского городского округа организовывались мастер-классы для граждан, нуждающихся в особой социальной защите. Однако в День Благодарности ей хотелось отметить волонтеров, которые в этом году приняли участие в благотворительной акции. У нас еще остались ребята, волонтеры, которые принимали участие в неделе «Доброты и щедрости». Было собрано очень много продуктов, нам поступало очень много благодарностей. Надо было отметить как-то волонтеров, которые принимали участие в данной акции. И у досугового центра «Юность» созрела идея организовать вот такое чудесное мероприятие. Благополучателями акции стали многодетные семьи, общество инвалидов и общество диабетиков. В этом году в акции участвовал и Центр поддержки женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Восемь волонтеров, принимавших активное участие в неделе «Доброты и щедрости», на праздники не остались без внимания. Ребят наградили грамотами. На самом деле, когда все собираешь, это не очень чувствуется, а когда уже разносишь еду, люди улыбаются, прям самому приятно становится. Мне было жалко тех людей, которым мы это все-таки приносим, чисто из-за того, что они сами не могут себе этого позволить. И были эмоции на радости, что мы все-таки разнесли эти продукты и помогли кому-то. Свои слова благодарности волонтерам акции «Неделя доброты и щедрости» выразила Ольга Батрева. Из-за серьезной болезни она была одним из благополучателей и в этот день решила прийти на праздник лично. Эта акция именно помогла, потому что я находилась именно в такой ситуации, когда подзаработать не подзаработаешь. И хочу поблагодарить, сказать огромное спасибо всем участникам этой акции. Ольга – участница хора от всей души, который на празднике порадовал гостей знакомыми песнями. ПЕСНЯ От официальной части гостям предложили перейти в уютную обстановку, к чаепитию, где все могли обсудить праздник и просто лучше узнать друг друга. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Четыре года назад в Ленинском городском округе был создан проект «Доктор Клоун», идейным вдохновителем которого был и остается «Клоун Алекс». Минимум раз в месяц он посещает детское отделение Видноской районной клинической больницы и дарит улыбки приболевшим ребятам. В этот раз компанию «Клоуну» составила и наша съемочная группа. Подробности в сюжете Юлия Пагасьян. Даже взрослому человеку нелегко дается время пребывания в больнице, а для детей период нахождения в стационаре – настоящее испытание. Конечно, сейчас малышам намного проще. Спасают всевозможные гаджеты, которые их развлекают, но они не могут заменить обычного человеческого общения. Решение проблемы нашел Александр Синица – профессиональный клоун. Переняв опыт своих зарубежных коллег, он четыре года назад запустил в Видноской районной клинической больнице программу «Доктор Клоун». Отвлечь детей от больничной обстановки – это самая-самая главная задача. Но что они видят? Они видят врачей, видят стены. А так пришел Клоун, сказал «Здравствуйте, привет, давайте поговорим». Я приглашаю своих друзей – артистов театра, кино, цирка. Приглашаю наши коллективы, которые с удовольствием принимают участие. Ну и самое лучшее телевидение, Видно ТВ – это наши постоянные гости, наши программы. Сегодня проект «Доктор Клоун» Александру помогает реализовывать весь Ленинский городской округ. Администрация муниципалитета, торгово-промышленная палата, Центр по работе с молодежью «Энергия». Все вместе они создают для больных детей праздник. Жмем, да? Давай. Я желаю им здоровья. Так что, ребята, поправляйтесь, не болейтесь и учитесь на одни пятерки. Ну, поделитесь своими впечатлениями. Ну, мне понравилось выступление, как мы играли с людьми. Мне понравилось самое мероприятие, потому что больничные остановки, есть люди, которые чувствуют себя вне дома, им не очень хорошо. Так хотя бы какое-то разнообразие, и людям, может быть, становится уже как-то получше, они более привыкают, и у них нет такого особого волнения в больничных палатах. Для каждой возрастной категории своя развлекательная программа. С малышами доктор-клоун проводит подвижные или интерактивные конкурсы и игры с ребятами постарше, мастер-классы. На одном из последних дети учились писать сценарии. Я не ожидал, что в больнице такое произойдет мероприятие. Было очень весело. Особенно детишкам, я думаю, очень понравилось. Кричать. Все-таки в больнице не всегда возможно. Иногда за это ругают медсестры, но сейчас это произошло совершенно легально. Я очень рад. Просто целыми днями лежишь в палатах, и либо книжки читаешь, либо уроки смотришь, либо рисуешь. А так хоть какое-то разнообразие. Вместе с детьми в программе принимают участие и родители. Они, как и малыши, очень рады визитам доктора, который лечит, даря улыбки. Это очень хорошо действует. Спасибо вам большое. Нам было очень приятно, весело. В планах у Александра Синицы сделать фестиваль областного уровня. Он надеется на поддержку торгово-промышленной палаты. Наши детки, которые лежат в больнице, они будут читать стихи. Они у нас будут рисовать. Они у нас будут лепить из пластилина. Они будут самые различные мастер-классы, которые будут проводить сами дети. И самый главный герой у нас будут дети. А мы, артисты, будем у них в гостях. Дата проведения фестиваля пока уточняется. Он пройдет либо в апреле, либо на День защиты детей – 1 июня. Юлия Пагасян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Вид.НТВ. Участники программы «Активное долголетие» – люди не только активные, спортивные и легкие на подъем, но еще и очень творческие. С одной из них – поэтом Валентиной Карповной-Карташовой – мы встретились в стенах Центра социального обслуживания «Вера». О поэзии и других своих увлечениях она рассказала нашему корреспонденту Екатерине Борисовой. В Центре социального обслуживания «Вера» участники проекта «Активное долголетие» спешат к 9.30. Почти как в школу. После урока физкультуры – клуб «Игротека». Пенсионеры играют в настольные игры, участвуют в мастер-классах или, как сегодня, слушают поэзию. Буду в Битное ездить, с людьми общаться, на экскурсии собираться. Выставки дни интересны и судьбы. За делами и беды забудешь. Поэтасу зовут Валентина Карповна-Карташова. Ей 80 лет, и последние 10 из них она пишет стихи. Тяга к творчеству пришла внезапно, после смерти мужа. Меня очень поддерживал сын. Он как-то мне, мам, ну ты давай, муж умер. И я в какой-то вынынии впала, а он меня все вот так подстегивал, подстегивал. Был очень такой любящий, хороший сын. Ее произведения очень позитивные, светлые и жизнеутверждающие, как и сама Валентина Карповна. Настоящие манифесты молодости и долголетия, вопреки всем трудностям и невзгодам, которые она пережила за свою долгую жизнь. Что печалится о прошлом? То, что было, не вернуть. Виноват, наверное, возраст. Хочет спять все повернуть. Не хочу впадать в умынье. Буду рада я тому, что Господь дает смирение встретить новую весну. Вот уже два года наша героиня – постоянный участник лид-объединения «Рифма плюс». Произведения выдающихся поэтов и писателей объединения вошли в вызданный недавно литературный альманах «На развилке поют соловьи». Среди них семь стихотворений Валентины Карповны. «Война проклятущая. Все ты покутала. Им бы бегать на танцы, любить парней, смеяться открыто, ходить в институты, стать женами, чтобы расти детей». Еще одно увлечение нашей героини – квилинг. Ее работами украшен зал на втором этаже центра «Вера». К сожалению, сюда она приезжает не так часто, как хотелось бы. Дорога все-таки не близкая. Но каждое посещение центра и для нее, и для ее коллег по проекту «Активное долголетие» – это маленький праздник. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошлева. Фиднет-В. На сегодня это все. Всего доброго и до свидания.